Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из Википедии и интернета. Сирены. Сирены у Гомера – это две сестры, позже их число менялось, которые завлекали своим пением моряков, наводя их корабли на островные скалы. Сам остров усеян костями их жертв. Одиссей благополучно проплыл мимо этого острова, залепив своим спутником уши воском, а сам себя привязал к мачте. Оргонавты смогли избегнуть волшебного напева Сирена с помощью орфея. Своим прекрасным пением и игрой на лире он заглушал голоса демонических существ. Традиционно островом Сирен считался современный остров Гали, находящийся в заливе Солерна. Согласно более ранней негомеровской традиции, Сирена считались дочерьми геи или одной из мусс, откуда божественный голос. Подругами Персифоны, сопровождавшими мертвых подземное царство и подобно гарпием, питавшимся падами. Сирены обычно изображали в виде женщин птичьими лапами и крыльями, как, к примеру, на древних вазах и среди помпейской настенной живописи. Однако позже Сирен стали изображать на саркофагах и фонтанах в виде прекрасных девушек. Подобно северным русалкам, Сирены в позднейшем фольклоре приобрели рыбьи хвосты. Они утратили также свой злобный характер. Платон в государстве упоминает Сирен в связи с пифагорейской музыкой небесных сфер. А согласно Светонию, вопрос, какую песню пели Сирены, это не более чем одна из неразрешимых загадок, которую задает император Тиберия своим придворным ученым, желая подразнить их. Однако и в наши дни Сирена часто служит образцом роковой женщины. Ну вот так вкратце о Сиренах. Сирены у Гомера это две сестры, позже их число менялось, которые завлекали своим пением моряков, наводя их корабли на островные скалы. Пока-пока, до свидания. Сирены у Гомера